Берег моря Без улыбки, без оглядки От меня уходишь ты Словно парус над волной Вдаль зеленую спешишь Неужели непонятно От тебя не убежишь Куда ты уходишь? Скажи мне куда Смотри и потеряешь меня навсегда Смотри и потеряешь меня навсегда Куда ты уходишь? Куда? Я ловлю твои шаги В непроглядной тишине От меня тебе не скрыться От тебя не скрыться мне Я сигналы подаю Как кораблик кораблю Слышишь, я зову на помощь Слышишь, я тебя люблю Куда ты уходишь? Скажи мне куда Смотри и потеряешь меня навсегда Смотри и потеряешь меня навсегда Куда ты уходишь? Куда? Куда ты уходишь? Куда? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Музыкально-педагогический. Класс аккордеонов. Нарсут. Да у меня любой оркестр с ручками. Тот же Роман Галецкий. Пожалуйста. Слыхали что-нибудь о Романе Галецком? Нет. Нарсут. И потом я пою. У меня контраль то. Мне сам Пухляков руку целовал. Пухлякова знаете? Нет, не знаю. Жаль. Люся, вы талант. Талант. Это после концерта на выезде. А вечером дверь заскребся. Зачем же он в дверь-то скребся? А вы что, с луны свалились, да? Вы что, не видите, я не урод, какой у меня руки, ноги. Все, знаете, как-то на месте. А, ну да, конечно. И женихи, наверное, в очередь. Нет. Вот жениха метук. Не берут. Вас не берут? Угу. Теперь мужик мудрый пошел. Берут что попроще. Нет, спасибо. Почему же попроще? Спокойнее. На голос не влияет? Это? Нет. Я ж говорю, у меня контраль то. А-а-а. Черт, прокололись. А что вас заставило ехать в такую даль? Газеты читать надо. Вот, пожалуйста. Выпускники музыкально-педагогического училища все, как один, изъявили желание ехать в колхозы и совхозы, не черноземья. А я же не белая ворона. А-а-а. И потом, из комсомола попрут. У нас Петя Жилкин один чего стоит. Что, шибко и денешь? Шибко. Понесем культуру в массы, выполним долг. А на кой? Вот я вам так скажу. Извините. Вас как зовут? Ну, вам не понравится. Ну, все-таки. Степаном. Я вам так скажу, Степа. Что? Степа, как Степа. Я вам так скажу, Степа. До зимы полкурса разбежится. Вот, попомните мое слово. Ну, а этот ваш, шибко и денете, не сбежит? Жилкин-то, а он уже. Что, сбежал? Он никуда и не уезжал. Он теперь важная птица. Зам-зав культуры по сельской местности. Вот так. Степан Андреевич, помочь? Нет, нет, спасибо. Поезди. Мне все-таки непонятно, для чего же вы приехали сюда? Ну, во и богу, как маленький. Ну, приехала я сюда. Приехала. Поставил Петя Жилкин галочку, свою тетрадочку. Поставил. А вот куда я дальше денусь? Это его уже не касается. Может, я завтра замуж выйду. Может, за мной принять мчиться следом. Роман Галицкий. Может, и Роман. А может, и Степан. Ну, и где же эти горбачи? А вот, Тропимка, по ней идите, тут недалеко. Вот это? Ну, чао. 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 Через речку питощей мечты Скоро мост построится Чтобы горячий лица на водах Лучше в речку броситься Помешал. А че ходит тут? Вы председатель колхоза. Чего? Ну, при галстуке. Вообще. Женюсь. Женюсь. Опутают. Окольцуют. И прощай, вольная жизнь. Так не женитесь. Да. А действительно. Возможно, не женюсь. Да пропади все пропадом. Я им неслав Крахетянский, не Генка Морозов. Сергей Икравцов. Это хобби, а? Хобби? Всех переженили. До меня добрались. Не на того напали. Сиди, мидолка, на заборе. И сорока модница. Винь. Винь, кто же это? Посмотрю я на жены. Хобби, а? При чем тут хобби? Молодых специалистов женить у них хобби. Интересное увлечение. Кто же этим занимается? Оба, оба. И детятин, и казарин. Далеко глядят. Женатому куда? Семья, телевизор, детишки. Некуда женатому. Некуда. Телушка, поросенок, холодильник. Во, путали. А? Во, путали. Что же это делится на белом свете? Ведь жених он. Ведь ждут его. Нюра, ворота открывай. Семен Аркаха, сперва ковер. Ковер волоките. Давайте, ребятки, давайте. Но это зачем, Иван Зимович? Ну, у нас телевизор-то у меня их два. Цветной. Казарин приказал. Осторожней, Сеня, осторожней. Не мешок тащишь. Будь сюда. Ох, мать честная. Не завклуба принимаем, а как какого-то министра. Видать, непростая птица к нам залетела. Ну, уж, коли сам звонил. И чтоб, говорит, момент. И к вечеру, чтоб телефон стоял. Телефон. И чтобы в область звонила. С мамой и папой разговаривала. Делай, говорит, Иван Дмитриевич, так, чтобы и духом не почуяла этого, ну, как его, разлива. Вот и стараюсь. Ой, я даже не знаю, как принимать, привечать. Вот и подумай. Да, ну, тебя напугал. Сережка-то весь трясется. Я, говорит, человек свободный. Я, говорит, не постою. Мне, говорит, никто не указ. И этот самый хобот я не признаю. Что? Ну, вроде хобот. Да не хобот, а хобби, то есть увлечение. Вот, вот, вот. Увлекаются они этим самым хобби. Ты, Трофимович, и Казарин. И женят. Молодёй женят. Ага, сильно. Дальше. А дальше. Серёжка, говорит, бежать нам надо. А девушка, говорит, перекурим. Такое дело. И вытаскивает она зажигалочку. Перекуриваются. Стоят они. Курят. Друг на друга глядят, глаз отвести не могут. Ну, голуби, чистые голуби. Вот, правда, говорят, что старая любовь-то не жалеет. Уж, ежели так, тогда, конечно. Какая любовь? Какая девушка? Что за личность? Дроля городская. Нинкой зовут, сам говорил. Так где они? Ищи, свищи. Крички подались. А девушка всё по дороге. Юпчёнка ковтёнку скинула. И осталось, почитай, в чём мать родила. Ветеринар. Ядрить тебе пришло, а? Не реви, Туська. Получше найдём. Ну, Тусь. Ну, твой. Подвёл ты нас, Денис Трофимович. Подвёл. Гена, я тебя подвёл? Лучший производственник. На своём москвиче есть здесь. А что бы было с ним, когда бы он был один? Да все бы свои деньжонки к Лизавете Магазин стаскал. Правильно. Что верно, то верно. Да, живём, не тужим. Вячеслав. Подвёл. Так куда, говоришь, они пошли? К речке, Трофимович, к речке. Идут и курят. Идут и курят. Да. Товарищи! За мной! Нет, меня просто так не возьмёшь. Махну куда-нибудь. Только меня и видели. Пока, товарищ Казарин. С пламенным. А то запрягли. Не впродых, ведь не поверите, Людмила Васильевна. Всё на меня повесили. Всё. И лечение. И ежедневная санитария. И осеменение. Что? Искусственное осеменение. И ничего смешного в этом нет. Нет, есть, конечно, ветеринары и на участках. Людмила Васильевна, у нас же племенная стада. Разве я могу это доверить? Искусственное осеменение. Это талия имеется! Дусь, поплати! Дусь, поплати! Успокойся! Дусь! Сережа, вылазь! Это зачем же? Ты что же это, а? Мы к тебе всей душой, понимаешь? А ты? Дом? Пожалуйста! Мебель, телевизор, куры, живи! И все это бесплатно, сам знаешь! Давай, давай, влазь! Нет! Ни за что! Ну, смотри! Ты что это, друг любезный, общественное заблуждение ввел? А? Смотри! Ты знаешь, чем это пахнет? Я это тебе говорю, как член правления колхоза! Ни за что! А-а-а! Сергей Кравцов! Не шути! Я тебя с одной реки достану! Сереженька! Сереженька! А-а-а! У-у-у! Ку-у-у! Давай! Плави! Куда? Назад! Да! Назад! Редак! Редак! Сереженька! Сереженька! Ой! Ой! Никому не отдам! Плавать научился? Господи! Я только думаю, что за Нинка такая! А тут бот! Глядеть-то не на что! Какая Нинка? Друля, друля твоя городская. Да ведь Нинка, да она замуж пришла. Погоди, а это кто? Это Людмила Васильевна. Новая завклубом. Новая завклубом? Так это вы новая в клубом. Кто завклубом? Где завклубом? Беляева Людмила Васильевна. Как же, как же, звонили из области, товарищ Жилкин, кажется. А я, детятин Денис Трофимович, будем знакомы. Очень приятно. Курят, курят. К нам культура с дипломом приехала, а она... Курят. Казарин Степан Андреевич, наш председатель колхоза. Курят. А мы знакомы. Проходите. Вот сюда проходите. Вот. Да, идите, идите. Почему у вас их так много? Тоже хобби. Зимой выбросили. Я за Саночки в сельпо привезла. А он не показывает. Я за другим. Показывает. Не говорит. Я вот переводил смотрю, а другой слышу. А это что? А это цветной. Сегодня привезли. Так. Понятно. Сын. Сын? Сынок Паша. Недавно письмо прислал, но не как с самой Америки. Дипломат? Да нет. Рыбу ловят. По самых дальних берегов. Хм. Окольцевали. Ой. Где хозяева? Идём, идём. Идём. Вот, пожалуйста. Монтана. Боже мой. Настоящий Монтана. Crystal Shutdown. Мы купим, как comin' S7ヤко. Боже мой. Мы приедем. Т opened полно-ассуэтом. Не что, боже мой. Мы приедем, Misата руш tranquilo. Для каждого боже. С clubistas... До всеного матчика. Доizели. И приедем с двенцией. КОНЕЦ Привет! А ты чего здесь? Пойдем купаться? Пошли! Здравствуйте, Людмила Васильевна! Коробов, преподаватель литературы. Местная, так сказать, интеллигенция. Я к вам вот по какому поводу. Куда вы? Переодеваюсь. Ну, так что за повод? При клубе имеется драматический кружок. До прихода Саши Клина, извините, Александра Георгиевича, руководил этим кружком ваш покорный слуга. Ну, а Саша Клин, Александр Георгиевич, взял эту миссию на себя и полностью развалил кружок. А кто это такой, Саша Клин? Прежний завклуб. Глупый, бездарный человек. А Антонину Петровну только подумать, назначил на роль Катерины. А что вы от меня-то хотите? Так, необходимо, Людмила Васильевна, пересмотреть роль. Разумеется, возникнут споры, жалобы, трения. Но пересмотр ролей крайне необходим. Так, раньше кружком руководили вы, да? Совершенно верно. Ну, так руководите. Вы доверяете мне? Доверяю. Вень, пойдем. Ну, с Антонида Петровна, держитесь. Мы ставим грозу Островского. Антонида Петровна и Катерина. Нежная, чуткая, ранимая душа и Антонида Петровна. Нет, нет, она у нас будет играть кабаниху. Да, кабаниху. Людмила Васильевна, а вы Катерину? Нет, меня увольте, ради бога. Пойдем, Венька. Да, Людмила Васильевна, чуть не забыл. При заказе афиш, прошу поставить подпись. Режиссер-постановщик Юю Коробов. Конечно, ставьте. Сколько угодно. Благодарю вас. Привет. Ты не уж-то купался. Ты по утрам вода холодная. Ну, садись, дочка. Ешь. Как вкусно. Это стерлядка. Мефодий Иванович принес. Конев. Ни свет ни заря явился угости город своих постояльцев. Ты небось, она никогда такой рыбки-то не едала. Не едала. О, Степан Андреевич прикатил. Откуда? С лугов. Травы нынче вымахали. Ну что те, лез? Женат? Степан Андреевич-то? Да нет, отвоевался. Разошлись. Разошлись. Ну, чуть-чуть, это просто. А вот раньше не бегали от мужей-то. Боялись. И порядку больше был. А теперь, чуть что, в суд. А суд тоже хорош. Только печатки ставить. Хлоп, готово, опять девка. Да, а вот, поправить сказать, нравной была эта Алла Евгеньевна. Все в этих париках ходила. Красивая. Ну, с лица не воду пить. А вот, три года прокатилась. Она, пожалуй, только два разочка была. А уж за эти три года-то, мужиков-то у нее, небось. Ой. А детей у них не было? Нет. Шибко, грамотные стали все ведь теперь. Интересный мальчишка этот Винька. Молчу. Да, нет, ага. А ты думаешь, что он тут стоит? Да он знает, что у тебя аккордеон. Вот стоит, дожидается. Гармонист ведь. Иди сюда. Ну, 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 проходи, садись. Ну, играл на нем? На нем нет. Ну-ка, давай. На другом, на старом. Вот так. Играй. А что играть? Что хочешь. Звучит музыка. Что хочешь. Что ты играл? Так. А все-таки? Не знал. Ой, гармонист. Ангармонит, как он шпарит. Учиться тебе надо, дружок. Смотри, Петровна бежит. Это на твою душу. В клубе работают уборщицы. О, доброго здоровьица. Здравствуй, Петровна. Давай проходи. Садись, чайку попей. А, какой чайок не до чая? Я тебе варенье положу. Не до чая. Я ведь и с тобой, девушка. Федька приехал. Тебя требует. Кто это такой? Федька-то? О, Федька большой человек, одно слово. Кино возит. Хм, большой человек. Угу. Ты иди, иди. Требует. А ужной какой. И так, и этак. Чуть что не по-матушке. Да. Глоки, говорит, бабка коровки. А я не под силу. Ну и тебе достанется, голубушка. Мне? Нет, да. Да что он сам-то без руки, что ли? В самом деле. Силу-то какую взял, а? А ты с ним будь поласкивай. Будь поласкивай. Он тут всему голова. Ладно вам, бабушка. Ну что ладно-неладно, спорить не моги. Тут иной раз и бутылку дашь, и трояк сунешь, принимает. Это за что? Ну как за что, как за что? Он может картину про шпионов дать, заграничную. Вот тебе и план. А то про это, как это, производство. Ну какой же может быть план? Никакого плана быть не может. Явилась? Ну давай, молоки короткие. Здравствуй, Феденька. Ну, чего растет? Давай, молоки коробки. Какие коробки, Федь? Она чего? Ты кино привез, Федь. А как фильм называется? Свинарка и пастух. Шучу. Шик, картина. Современная. О рабочем классе. А ты ничего, мягкая. Погоди-ка, мой псевдор. Слушай, ты. Еще раз. Ладно, ну что ты, задушишь? Какая картина? Итальянская. Софи Лорен в главной роли. Понятно. А про рабочий класс что? А, так пошутил. Ну так волоки. Ну что, чокнутая? Ага, проехали. Волоки, волоки. Это тебе не Сашка Клин. Вот кужат не с кем. Волоки. Хорошо поет. Кочуринский. Кочури не все поют. Луга. Синокос начинается. Хорошие глаза. Чистые. Да. Поют бабы не худо. Ну да ты сама услышишь. Вот кончат синокос. Соберутся, попоют. И попляжут. Хоть бы дверь помогли открыть. Молодец. Послушайте. Послушайте. Тшшш. Да вы что? Вы что думаете купили меня Монтаной, да? А вот как бы не так. Дудки. По системе йогов очень успокаивает. Не хотите попробовать? А я и так спокойна. Как камень. А вот если бы я знала, что вы председатель колхоза, я бы... Дура набитая. Гляжу, человек как человек. Весь в фирме. А он председатель колхоза. Несовестно при людях. Веня. Я все равно уеду. Ну, разумеется, через три года. Недели. Через три года много воды утечет. Хобби. Не понял? Я говорю, замуж выдадите. Ха, а что? А чем черт не шутит, а? Послушайте, Степан Андреевич, да отпустите вы меня по добру, по здорову, а? Ну, скажем, по состоянию здоровья. Вы же отчаянные. Вы же ничего не боитесь. Даже народного суда. Ну, одно дело, если я сама убегу. Другое дело, все-таки, по справке. Нет, не отпущу. Тем более, вы мне понравились. Так быстро? Нет, я имею в виду, я... Мне нравятся отчаянные. Ага. Ну, ладно, если серьезно, у меня там в папке лежат девять заявлений об уходе. Бегут. Бегут. Ну, и правильно делают. Это почему же? Ну, здесь летом хорошо, а зимой, небось, волки воют, а? Воют. Девять заявлений. Ну, вот, если благодаря вам они не уедут отсюда, то я вам достану аккордеон почище, Монтана. Хорошо. Ну? Положим. Положим, я бы смогла задержать как-нибудь одного из них, следуя вашему же хобби. А вот как быть с остальными? Ну, остальные... Ну, они будут играть в оркестре. В каком? Который вы создадите. Я? Да. Так они что, музыканты? Нет, механизаторы. Один свинарь есть. Ха! Что ха? Ну, что ха? Это, в конце концов, уже неприлично. Ха! Да, люди бегут. Бегут, потому что здесь скучно им. Скучно! А вот вы, Людмила... Васильевна. Васильевна. Сделайте так, чтобы здесь, в Горбачах, было весело. Вот и вся ваша задача. Да послушайте же, я родилась и выросла в городе. Ну, почему, почему я должна жить в деревне? Я не понимаю. Деревенские те прут города, а городские должны жить в деревне, да? Слушайте, а вас самого как сюда занесло, а? А здесь моя родина. Ну, клуб у вас хороший. Я даже не ожидала. Да. Храм построили. Только вот попа нет. Знаете, я вам тоже не поп. Ну, почему же? Класс аккордеона, контральта. А вот приход не по мне. Класс. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Верхние наши. Бегачёвы мы. Василий, Сергей, Борис, Николай, Ванюша. Шестеро. Ванюшку-младшего забрали в сорок пятом. Я в район, к военкому Глазачеву, царство ему небесное. Пять похоронок на красное сукно выложила. Он и засумливался. Ну, говорит, коли такое дело, оставим тебе твоего младшенького. Я домой. Много от радости не чую. А Ванюшка как узнал про такое дело. Да что ты, говорит, матушка наделала? Да я, говорит, за братьев, за отца. Он тоже там был на большой войне. В списках без вести пропавших числился. Да я, говорит, за них отомстить должен. Ну уж, сказать нечего. Ушел. Ушел. Пропал Соколик. Бабушка, он плачет. Умирать собрался. Глухой. Вот попросился на могилку к детям. А разве здесь их могилка-то? Глухой. 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 Доброе утро, Людмила Васильевна. Здравствуйте, Денис Рахимович. Вы, гляжу, сразу быка за рога. Федька, смотрю, сам коробку таскает. Прижучила его, Люсенька. Прижучила, голубушка. Я к вам на минутку. Имеется у меня, Людмила Васильевна, одна мечта. Мечтаю я здесь, в нашем колхозе, создать музей славы. Нет, скромный, конечно, в наших возможностях. Ну, в одной комнате, я думаю, расположить орудия сельскохозяйственного дореволюционного труда. Там мотыги, сохи. Ну, понятно, понятно. И мечтаю я, голуба душа, создать комнату боевой славы. И вот вам, Людмила Васильевна, первое, можно сказать, боевое задание. Поезжайте-ка вы в деревню Платовскую к деду Максиму. Это полный георгиевский кавалер. Может, он ей отдаст кресты. Кресты? Ну, а как же, Максим все войны прошел. Ну, последний был. Да разве он у нас один? Да у нас во всем колхозе, ни одного мужика не осталось. Одни бабы. А дядя Максим Михайлович, может, вы пообедать пойдете? Уже время вам. И вы воевали, Денис Трофимович? Ну, пришлось мне хлебнуть немного. Он нас ветеран. Сначала до Берлина дошел. Ну, 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 что вы? До какого Берлина? Начал я в 43-м на Строгорском. Закончил в Австрии, в городе Визельбурге. И награды имеете? Ну, не обязательно. Ну, как же, как же. Ведь он человек на весь Союз известный. Герои имеет. Вы герой Советского Союза, Денис Трофимович. Ну, а что же. За форсирование Днепра 27 человек переправили, 7 присвоили. И живым, и мертвым. Так вот, про это и надо всем рассказывать. Да неудобно, вроде как. А деду Максиму, значит, удобно. Да, действительно. А у меня ведь и шинейка имеется, в пяти местах прострелянная. И пилоточка. Анисия Петровна, в конце концов, у нас серьезный разговор. Я прошу вас. Ну и? В третьей комнате вы мечтаете создать, так сказать, комнату с современностью. Умница, именно. А что у нас хозяйство? Не бедное. Ну, уж это как раз я успела заметить. Не успела приехать, как тут же. Телефон, телевизор, ковер. А у нас так положено. Эх, если б к этому ко всему, да вам бы жениха хорошего. Нет уж, Денис Трофимович, от этого вы меня увольте. Увольте вы меня от вашего хобби. Ха-ха-ха. Денис Трофимович, от этого вы меня увидите. Денис Трофимович, от этого вы меня увидите. Денис Трофимович, от этого вы меня увидите. Че это ты? Я че? Гулял здесь. Гулял? Вся деревня уже смеется. Знаешь, что, Серега, прекращай-то эти хождения. Ни к чему. Ты как на горке Кустка лидушки стоит На колине соловей Пташка сидит Горькую ягоду Калинушку блюет Модной линой Закусывает Прилетали К соловью Два сокола Взяли Взяли Соловушку С собой И позади Соловушку В клеточку Заставляли Молодого Песни 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 Спой, Люся Спой, Люся Люся Сыграла бы, а? Спой Да Да Давайте Припомним, как вальс назывался Относит Знакомый мотив ветерков Старинные русские бальсы Старинные русские бальсы Старинные русские бальсы Играют в саду городском И воздух давнишней тревогой наполнен И кружатся, кружатся вихри времен Манчжурские сопки, дунайские волны Березки, осенний сон Ах, сколько сегодня в саду ветерана Им с детства оркестр играл духовой И вальс еще списывать рано, и вальс еще списывать рано Звучит его голос живой И воздух на внешней тревогой наполнен И кружатся, кружатся вихри времен Манчжурские сопки, дунайские волны Березки, осенний сон Твое здоровье, голуба душа! Видал же Бог такой талант, а? Мороз по коже Сынок, сыграй нашу, а? Людмила Васильевна, прошу вас Гляньте, вот это и есть Антонина Петровна Вы посмотрите, какой холодный взгляд Какое высокомерное выражение лица Ах, разве способна она понять, что такое любовь? Нет, нет, вы не уговаривайте Она будет играть кабанит Так на кабаниты-то она совсем не похожа Да? Вы находите? А интересу у них себе нету Вот и кабаника Да вы что? Откуда взяли? Угощайся, председатель Спасибо Ну, развеселились Зато как поработали Весь год с кормами А корма это все, сам понимаешь Эх, люблю я наш народ С таким народом, а? Пошли влезать, председатели Ха-ха-ха-ха Денис Трофимович! Доброе утро, Юрий Юрьевич. Доброе утро. Почему, позвольте спросить, не явились на репетицию? Ой, Юрий, не на репетицию. Времени в обрез. Вы Людмилу Васильевну не видали. Слушайте, вы мне зубы не заговариваете. Текст наизусть знаете? Выучил. Выучил? Проверим. Пожалуйста. Я Мнишек. А Годунов свои приемлет меры. Ага. Что, Годунов? Во власти ли Бориса? Твоя любовь, одно мое блаженство. Нет, нет. Теперь гляжу я... Нет, нет. Я сказал, нет, нет. Нет, не верю. Ага. Голубчик, ну сколько раз вам говорите. Идите больше от себя. От себя. Вы же не с Петровной разговариваете, а с Мариной Мнишек. Ну давайте еще раз. Понял, понял. Извините. Вы, Людмилу Васильевну, не видели, это очень важно. Да вот она только что была. Мы беседовали, говорили с ней. Была. Вчера приходил, сегодня. Какого мнения вы о ней? Простите, это откуда? Тьфу, черт, вы мне совсем голову задурили. Я спрашиваю, какого мнения о нашей заведующей? А, рост, стать, стюард, барабанщица. Стой вы опять о своем. Я спрашиваю о деловых качествах. А, хватка есть. 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 Я убежден, что вот наша клубная работа и, в частности, драматическое искусство обречет новые формы. Дай-то Бог, дай-то Бог. Я ведь, понимаете, насчет музея тоже святое дело. Святое, святое. Прошу. Спасибо. Так говоришь, Денис Трофимович почин сделал? Сделал. Мария! Чего? Неси кресты. Да полно тебе, Аника, воин. Кому нужны твои кресты? Нужны? Нужны. Давай-давай! Надолго к нам? Али проездом. Что? Да ты гляди прямо. Саша Клифф в глаза не смотрел, потому как проходимец. А ты, видать, левушка хорошая. Согласна направлению. На, возьми свои кресты. Ах, как Сашка Клифф хотел их у меня приобрести. Деньги предлагал проходимец. Бери. Спасибо. Вот в платочек заверни. У меня еще будеровка сохранилась. Шашка вон. И часы серебряные. О, видала? Хоудит. В девятнадцатом получил. С Финской и с Холхингола ничего не привез. Одни ранения, а с этой отечественной ордена и медали. Трофеи. Смушай. Мария, а из трофеев-то чего осталось? Какие трофеи? А зажигалка-то. Зажигалка. Да я уж и не помню, когда ее в нужник выбросила. Трофеи. Другие с войны привезли барахла сколько. А мой-то зажигалку. Ну и губную гармошку. А зажигалка совсем не зажигалка. Баба колая. Ха-ха-ха-ха. Эй-эй. Здрасте, здрасте, мои хорошие. Как выросли-то, господи, надо же. Приветствую, приветствую. О! Привет ветеранам колхозного производства. Перивелл. Право руля. Расзай, якорь. Серега. Друг старик. Кошелот, ты маринованный. Иди на грудь. Здорово. Здорово. Ну как ты почувствовал, молодец. С моря. Здорово, с моря. С моря. Пойдем, английский джин есть. Два вещи. На дентурат похоже. Ребята. Людмила Васильевна, дома. Кто-кто? Эй. Пойдем. Мужики, багаж. Тяжело. Тяжело. Годунов во власти. Стоп. Нужна информация для размышления. Какие у нас кандидатуры? Галинка Пестова. Маловато. Нет, росточком не вышла. Оставим в резерв. Ну, Анютка Зыкова. Куда? Не девка, а журавль какой-то. Похожа на нашу Петровну. Стоп. Есть кандидатура. По всем статьям. Что тебе фигурой? Что ростом? Что статью? Фроська! Постой, постой. Какая Фроська? Уж не моя ли? Ну? Но ежели насчет моей, то и думать не могли. Это почему же? Потому, поэтому. У нее уже есть. Она уже и портретик на стенку повесила. Кто? Из наших? Повыше. Я так и знал. Но врут. Ну, мя-мы-ли. Да ладно. А я ее комсомольской совести вызывать путаю. Утро шумел. Почему это детятина один должен за родной колхоз болеть? А ваша хата с краю? Нет, дорогой товарищ, не выйдет. Да ладно. Ах, а мимолетное в денье, как гений чистой красоты. А кольцевали, Паша? А путали? Да брось ты, Серега. Дуська, у тебя баба жаркая, как печь. Откуда ты знаешь? Ну, сам же говорил. Нет. Не понять тебе, Паша. Людмила Васильевна, она... Эх, Паша. Стою, я помню, в речке. Красота. Картинка, лань. Одним словом, класс аккордеона. А что ты в речке стоял? Паш, Паш, ты смотри, как бы они тебя тоже не того, а? А я, Серега, не против. Ну, надоело мне в казенной койке спать. Одному. Душа, Паш, горит. Как ты говоришь, как... Как мимолетное видение. Как мимолетное видение, Паш. Как гений чистой красоты. Вот так, Паш, и не иначе. Ну, конечно, тяжело. Нет, Паша. Не пропал еще Сергей Кравцов. Дом, телевизор. Поросят, все развею. Общественность. Плевать я хотел на общественность. Нет, Серега, тут ты не прав. На общественность не наплюешь. Да, это я тебе авторитетно заявляю. Паша, давай махнем куда-нибудь, а? Ну, куда? Ну, хотя бы в район. Махнем, Паша. Винт ржавый. С приездом, Пашенька. Ой, Дуся, милости просим, заходи. А я иду, смотрю, вроде Сережина мотоцикл стоит. Понятно. Ну, и зашла. Может, с приездом? Нет, спасибо. Ну, мы по рюмочку в честь встречи. Завтракали. Ну, Сережа. Ты, Паша, махнем. Махнем, а? Махнем. Дусенька, вы заходите вечерком. Посидим, поговорим. Всего доброго. Ну, ты говори, говори, а рукам воли не давай. Я тебе махну, я тебе покажу, махнем. Давай, давай, давай. Дома поросята не кормлены. Телушка ревет непояна. Класс аккордеона, класс аккордеона. Ух ты. Аккордеона. Ой, мужик. Паша. С бабушкой некому. Здравствуй. Ой, Паша. Ой, Паша. Ты моя старушка. Ой, Пашенька. Ой, что ж телеграмму-то даже не прислала. Ой. Вот, Паша приехал. Не как из самой Америки. Из дипкорпуса. Веревал, мать. Бросай в якорь. А? Ага. Женюсь. Шустрый какой, Паша. Му-му-му. Пашенька. Соседка. Ага. Вот это да. По всем статьям. Вот девушка. Фросинья, пойди-ка сюда. А какой тебе годик миновал? Девятнадцать, а что? Самый аккурат. Наверное, замуж собираешься. Так вот, голуба душа. Есть у нас, это... Отец. Купец. И есть у вас, как говорится, товар. Лебедь белая. А вы чего это, Денис Трофимович? Сватать меня приехали? Вот именно. Ты чего это, папа? Спроси. Я ему одно толпую, а он другое. Я ему, мол, и портрет висит. А парень-то какой. Ох, какой парень. Специалист пятого разряда. Золотые руки. Ох. Иду, ласточка, иду. А, специалист. Да у ней на стенке такой специалист висит. Такой специалист? Нечита Пашки. Какого Пашки? Так я и говорю. Ты что, не слыхала? Нет. Павел Третьяков приехал. Паша. Так, так, так. Паша приехал. А, каков жених? Я плохого не подберу, Евфросинья. Только ты гляди в оба. Пора день для родного колхоза. Что, с нашей стороны, там телевизор, дом кирпичный, пожалуйста. Ты, это, смотри, у меня, тоже мне, специалист. Сегодня там, а завтра здесь. Шастает по морям и океанам. Ты гляди у меня. Паша приехал. А этот, на стенке тогда кто? Дин Рид. Кто? Певец американский. Дин Рид. Суд? Эх ты, темнота, пявлик. А это, дитятин, в самую точку попал. Ну, а ты-то, Нюра, куда смотрела? Она ведь городская, а Венька ведь дитё. Какое дитё, дитё? Не меньше, чем другие, ничего. Что случилось? Степан Андреевич, Венька пропал. Утром по грибы пошли. Да вот, по всю пору нет. Я ведь им сказала, чтобы они туда не ходили, вглубь-то. Они, наверное, подались туда. Заблудились. Степан Андреевич, искать надо. Ну, надо искать. Так вон вас сколько, ищите. Слушай, вот лишь бы только в это сего болото не попали. Скажите, там медведи бывают. Да не пугайся, на язык Петровна, на твою медведь. Что ты за чё? Покойно, спокойно. Что такое? Тихо! Куда же он уехал даже? Ты всё, будешь в порядке. Вэрри Вэлл, словом река. Так, внимание, ты ходишь туда, мы с тобой в другую сторону. Так, внимание, пошли, посиди здесь. Паррой, ну куда же вы находитесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Извините. Быстрый. Полейте, я еще не умылась. Привет, лидерам! Здорово, Дер! Здорово, Паша! Здорово, Паша! Не желаешь? Да разве это табак? Пшика нету. Не скажи. Вот, попробуй. Значит. Все, мужики, нашлись. А кто нашел? Кто искал, тот и нашел. Казарин. А ты всю ночь сорок ловил? Гулял. Так что расходись, мужики, мелкой рысью по рабочим местам. А врал отменяется. Ну-ка, погоди, погоди, погоди. Американцы? Французы. Те могут. Глянь, детка, глянь. Как живая язвитя в коробыслах. Худы твои дела, Пашка, худы. У меня, бывало, ни одна девка не убегала. Потому как я все делал без криков и шума. И жена не обижалась, и в президиум. Всегда первый человек. Не дырей в детство, моряки свое возьмут. Моряк. Специалист. Сказано, не отдам, значит, не отдам. Отец по каместву. Значит, и до Фройски добрались, а что? Пора, пора. Ведь девка, она как ягода, вовремя не сорвешь, перезреет. Я бывала. Про сегодняшний день разговор. А ты бывала, бывала. Как я, бывала. Субтитры создавал DimaTorzok Про Люсю напечатали, Трофимыч! Трофимыч! Радуйся, Трофимыч! Прогремели! На весь район! Вот! Маяки культуры хвалят? Ну, а то как? За что? Ну, иначе не печатали бы! Вроде рановато бы! Не скажи, Трофимыч, не скажи! Девка, я тебе дам! А уж по сравнению с Сашей Клином, это небо и земля! Да, и Федьку она приструнила! И Пашка Третьяков тоже! Чего? Я ничего не говорил! Читай! Ну что? Приятные новости! Конечно, по сравнению с Сашкой Клином! С музеем дело подвинулось! И Коробов не души не чает! О чем говорить? Говорю, девку я тебе дам! Только уволокет ее Пашка! О! Да! Вот это моряк! Вот это специалист! Молодец, Пашка! Молодец! Уволокет, говоришь? Да! Люсенька, Люсенька, это сказка! Идешь по улочке узенькой, камушке, а за 400 метров кофе пахнет! Какой кофе! Вот такую чашечку выпьешь! Ну, счастье, восторг, вдохновение! Степа, друг, здорово! Ну, молодец, что зашел! Слыхал, слыхал! Паш, Паш, Паш! Степан Андреевич, прошу вас, садитесь, пожалуйста! Степа, Джим, английский! Выпьем, Степан Андреевич! Садись! За что ж пил? Замуж выхожу, вот так! Вот тебе и три года! Да, ну что ж! Принц уже прилетел! Не понял? Но! Я говорю, за твое здоровье! За наше здоровье! А, Степа, закусывай сырок, колбаска, помидорчик? Нет, после первой не закусываю! А, судьба человека, видели, знаем! Баривал! Ну, а где Джим-то? Ну, мать, ну, выпили, ну, ей-богу, ну! Паш! Шампанское, Степа! Шуми, что очень, Паша! Понял, мать, понял! Я тебя понял, коварная! Да! Ты, говорят, моторист? Высшего пилотажа! Вот! Так оставайся у нас! Нет, Степочка! Не останемся! Вот сначала, кооперативчик построим! Потом, заведем жигуреночка! Ну, а пока, в Пицунду, Степа, в Пицунду! Паша, в Крым! В Крым! А, значит, в Крым! В Ялту, Веневел? Нет! В Монте-Видео! В Монте-Видео виза нужна! Хочу, Паша, хочу в Монте-Видео, хочу! Ах! А что, заметано! В Монте-Видео! Выпьем шампанского! Ну, что ж! Счастливой вам дороги до Монте-Видео! А джин, шампанское и Веривел? Пей один, Паша! Степа! Степа! Что ты? Что? Веривел? Это же не спиртной! А что? Ну, это английское выражение! Ну, все в упорядке! Разве? Да! Live with girl alone! I love that girl! Understand me? Вас понял! Thank you! Понял? Ну, вот и хорошо! I love that girl! Understand me? Я люблю эту девушку! Я люблю эту девушку! Я люблю эту девушку! Ах, Веривел, Веривел! Да нравится она Степан Андреевич-то! А ты все! Веривел, да Веривел! Чудак! Ничего, мать! Мы тоже не лыком шиты! Very well! Век двадцатый тревожный и честный, Скоро скрыто в нем силы чудесной, Как цветы города вырастают, А любви все равно не хватает. Перечеркнуты белые пятна, Перечеркнуты белые пятна, Непонятное стало понятным, Необычное стало случайным, А любовь – это вечная тайна. Над речкой и ушка склонилась, И все течет, течет река, Ничто в любви не изменилось, За все, за все прошедшие века. За все, за все прошедшие века. Хватит! Хватит! Хорош, мать! Замерзаю! Помоги! Ну что, будешь я пить проклятую? Ну что ты заладил? Дурачок-то! Ой, это не Фрозька? Она. Карпова? Да. А сколько ей сейчас лет? Двадцатый. Выривал. Выривал. Мать. Женюсь. Господи. Одною уж женился. Уехал. Сепан Андреевич. Ведь уехал. Сложила. Сложила сумку и ушла. Я ведь ума не приложу. Что случилось? Я... Я к ней и так, и эдак. Она молчит. Давно ушла? Да уж наверно. Ты уж наверно дышась и дошла. Да. Да. Ух. 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 Совсем. Ну и. Ух. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok